Десятый стих. «И был голод в той земле». Кто пишет эти слова? Моисей. К кому он обращается? Ну, конечно, и к нам, в конечном счете. Но первоначальные его читатели или слушатели, дети Израилевы, народ Израилев, который находится тогда в пустыне. Кто привел народ Израиля в пустыню? Бог. В чем была их проблема в пустыне? Кушать было нечего. Вот вопрос. Какое же это благословение? Бог их обещает благословить и ведет туда, где голод. Мартин Лютер говорил так. Бог всегда дает человеку причину взывать к нему. Например, вот очень богатый человек, а вы человек бедный. Знаете что? Может быть, вы этого не осознаете, но у богатого человека тоже есть причина взывать к Богу. Вы видите человека, у которого великолепная семья, а у вас семьи нет, или семья сложная. Но и тот человек с великолепной семьей тоже имеет причину взывать к Богу. Вы видите человека здорового, а вы болеете. Серьезно болеете. Послушайте. Здоровый человек тоже имеет основание взывать к Богу. У Авраама было все, чего он не пожелает. Но Бог приводит его туда, где голод, туда, где ему приходится взывать к Богу о пище. Бог хочет сделать так, чтобы мы уповали на Него. Нам, людям, особенно мужчинам, это очень сложно понять. Женщинам проще. Мужчины устроены вот как. Каждый наш естественный инстинкт, каждое наше усилие направлено на то, чтобы достичь независимости. Именно поэтому мужчина работает, поэтому мы откладываем деньги. Поэтому мы делаем выбор, чтобы добиться независимости. Но знаете что? Бог приводит нас в такое положение, когда мы зависим от Него, когда мы уповаем на Него. Во втором послании Коринфянам 12 глава мы читаем о том, что Божья сила проявляется в слабости. Если мы хотим достичь зависимости от Бога, то слабость оказывается нам преимуществом. У Авраама было все. Но Бог приводит его к такому месту, где он должен взвозвать к Богу. Иисус отправляется с учениками на лодке по озеру и раздражается буря. Какая же буря, если они плывут по воле Божьей? Конечно, они плывут по воле Божьей. Конечно, они находятся именно там, где Бог хочет их видеть. Почему же тогда буря? Ну, потому что это тоже часть Божьей воли. Иосиф берет Марию и называет ее своей невестой. Он заботится о ней. Они отправляются в Вифлеем. Хочет ли Бог, чтобы они отправились в Вифлеем? Конечно, да. Но ей предстоит родить ребенка. А остановиться негде. Нужно рожать, но даже остановиться негде. Как вы думаете, если это Божья воля, неужели Бог не позаботился бы о комнате в гостинице? Неужели Бог не проявил бы любовь к Марии, дав ей место родить своего первородного ребенка? любил ли их Бог? Заботился ли о них Бог? Конечно. Конечно, заботился более, чем о ком-либо еще. Потому что рождался не только сын Марии, рождался сын Божий. Не испытывайте Бога, не подвергайте Бога испытанию. Не говорите Богу, слушай, Боже, если бы ты обо мне заботился, все было бы иначе. Любил ли Бог Авраама? Заботился ли Бог об Аврааме? Да, конечно. Почему же он привел его туда, где голод? Чтобы научить его упованию, чтобы научить его взывать Богу. Выдержал ли Авраама это испытание? Да нет, вы знаете, не выдержал. Не выдержал. Перед нами сейчас одна из самых поразительных историй Библии, и в книге Бытье она происходит дважды, нет, даже трижды, потому что и с Исааком тоже. Бытье 12-10, и был голод в той земле. Какой? В той земле, которую Бог показал Аврааму. В той, в той земле, в которую Бог привел Авраама. И сошел Авраам в Египет, пожить там. Итак, он покидает Ханаан и отправляется в Египет. Кому пишет Моисей эту книгу? Кому он обращается? Да к людям, которые только что вышли из Египта. И рассказывает им о том, что их прапраотец, их патриарх, отец еврейского народа покидает Ханаан и возвращается обратно в Египет. Авраам отправляется в Египет, пожит там, потому что усилился голод в земле, то правильно ли поступил Авраам? Может быть, ему нужно было оставаться в Ханаане? Может быть, не нужно было идти в Египет? Бог об Аврааме в Ханаане позаботился бы. Этот вопрос похож на вопрос, нужно ли было Аврааму брать с собой в путь отца и нужно ли брать Лота, племянника. Ответ на этот вопрос я не знаю. Я не знаю, но допускаю, что нужно было Аврааму остаться в Ханаане и уповать на Господа. Авраам не был совершенным человеком. Авраам был верным человеком. Бог не делает так, чтобы человек не имел слабых мест, не имел грехов. Бог не делает людей безгрешными в каждый момент жизни. но Бог дает человеку верность в ключевых моментах. Но придя в Египет, Авраам совершает неверный поступок, поступок, который не проявляет верности. Нам нужно еще будет долго беседовать, пока мы дойдем до 22 главы. Может быть, 22 глава уже будет в следующей части нашего курса. но скажу о том, что события 12 главы тесно связаны с 22. Об этом мы поговорим с вами со временем. Но что же здесь в 12 главе? А здесь удивительная вещь. Они приходят в Египет, и Авраам говорит своей жене, «Красивая ты, а? Милашка ты вообще». Слушайте, представьте себе, 75-летний мужчина говорит такие слова 65-летней женщины. Это здорово, но давайте побеседуем об этом. Как такое может быть? Женщина 65 лет в 65 лет может быть красивой? Конечно, может. Даже в нашем поколении может. Но может ли в нашем поколении 65-летняя женщина быть настолько красивой, что фараон, у которого есть гарем, в котором молодые женщины, девушки, будет готов убить другого человека, чтобы взять эту женщину к себе в гарем? Возможно ли такое? Скорее всего, нет. Да, в 65 лет женщина может сохранить красоту, но вряд ли мужчина, которому доступны многие-многие красивые женщины, пойдет на убийство ради женщины, которая за 60. Если бы ей было 18, 20 с лишним, 30 с лишним, тогда да, может быть, и пошел бы. Но вспомните, вспомните, что все-таки жили люди во времена Авраама очень долго. Отец Авраама прожил 205 лет. Это, конечно, уже недопотопный возраст, но все же сама Сара прожила более 123 лет. По-моему, ей было 127 или 126 лет, когда она умерла. Сейчас я посмотрю, не помню точно. Но в любом случае, вот что важно. 127 лет. 127 лет ей было. Бытие 23, глава 1 стих. Итак, Сара единственная женщина в Библии, возраст которой указан в момент смерти. Мы узнаем, в каком возрасте она умерла. 127 лет. Вот что значит это. Когда ей было 65 лет, ей оставалось жить еще 62 года. И вот, рассуждая о ее красоте, помните две вещи. Не нужно представлять себе 65-летнюю женщину или 90-летнюю женщину, когда аналогичный эпизод будет в 20-й главе. Лучше представьте себе женщину, которой осталось жить еще 62 года. Если женщине осталось жить еще 62 года, она может быть очень-очень-очень красивой? Конечно может. А может ли женщина, которая осталась жить 62 года, быть столь красивой, что царь, король способен на убийство ради того, чтобы ее заполучить? Конечно может. Но есть еще один момент. Помните, что эта история сверхъестественная. Помните, что рука Господня на этой семье? Я верю, что красота Сары сверхъестественна. И вполне возможно, что когда Бог сказал Авраму, представь себе, что у тебя продолжается медовый месяц, и я со временем дам тебе ребенка, может быть, Аврам тогда подумал, так это будет очень легко. С такой женой без проблем, с удовольствием, с огромным удовольствием. Так что я думаю, Бог сохранил сверхъестественным образом ее красоту в возрасте, который считался бы в наши времена пожилым. Красота Сары Божий дар Авраму. Аврам не умеет распоряжаться этим даром. Аврам испугался. Аврам говорит, слушай, ты такая красивая, что я боюсь, меня из-за тебя убьют, чтобы тобой завладеть. Аврам рождается замысел, страшный, коварный, дикий замысел. Итак, мы с вами подошли к 12 главе книги «Бытие». Пожалуй, это одна из самых важных глав Библии. Начало великого путешествия веры Авраама. Заключение завета Бога с Авраамом. В книге пророка Исаии, 51 глава, 1 стих, вот что говорит пророк. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которой вы извлечены. Представьте себе шахту, из которой добывают и высекают камни». Пророк сравнивают нашу веру с маленьким-маленьким камушком, который высекают из огромной шахты. И эта шахта и есть вера Авраама, великая вера. Пример для каждого из нас. Второй стих. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Вот какие слова говорит Бог через пророка Исаия. Мы с вами, большинство из нас, не евреи, и мы можем решить, что к нам это не относится. Подождите. Но ведь в Послании Галатам, 3 глава, апостол Павел говорит, что когда мы сами доверяемся Христу, когда мы уверуем во Христа, прапраправнука великого прапраправнука Авраама, мы становимся духовными детьми Авраама. А еврей по национальности дважды благословен. Он и духовно, и физически дитя чада Авраамова. Итак, мы с вами обращаемся к жизни Авраама. Мало, что более важного, мало, что более существенного для нас, для христиан, мы можем найти для нашего изучения. Итак, мы пришли к тому моменту, когда Авраам, Авраам с одной «а», как он называется вначале, «Приходит в Египет, потому что вокруг голод, кушать нечего». Приходит он в Египет и понимает, что с такой красивой женой возникнут проблемы, возникнут сложности. Вот что интересно. Египтяне гораздо выше ценили брак, чем человеческую жизнь. У мужа жену они бы никогда не отняли. Но ради жены, ради женщины они готовы были убить мужа. Именно этого и боялся Авраам. Вот и говорит он в 12 главе, 13 стихе книга Бытие, «Скажи, что ты сестра мне, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Кстати говоря, да, у них был один из родителей общий, поэтому она наполовину была сестра, поэтому была полуправда. Но всякая полуправда — это полностью ложь. В большом счете он хотел солгать, он хотел скрыть тот факт, что она ему жена. И так он приходит в Египет. Египтяне заметили, что она очень красива. И сообщили об этом фараону. Понятно, что фараон собирал, коллекционировал красивых женщин, и слуги фараона решили помочь ему в этой коллекции, дабы заслужить его расположение. Вот они берут Сару и вознаграждают брата ее, Авраама, дают ему много скота. А дальше 17 стих. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона, и дом его за Сару, жену Аврааму, и призвал фараона Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, что она сестра моя? И я взял бы ее себе в жены. И теперь вот жена твоя. Возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям. И проводили его, и жену его, и все, что у него было. И лото с ним. Почему мы так подробно об этом говорим? У нас много о чем говорить можно. Почему именно на этом мы остановились так подробно? Две причины. Первая из них заключается в том, что в этом фрагменте во весь рост предстает Божья благодать. В чем причина величия Авраама? В его постоянном послушании? В его постоянной праведности и совершенстве? В том, что он всегда поступал честно и правильно? Нет. В том, что Бог есть Бог великой благодати. И в таком фрагменте, в таком эпизоде жизни Авраама проявляется благодать Божия в полный рост. Об этом мы подробнее будем говорить в связи с 15 главой. Но есть еще одна причина. В университетских курсах сравнительного религиоведения нам говорят, что Ветхий Завет — это сборник мифов, сборник рассказов, придуманных священниками ради того, чтобы поднять патриотизм еврейского народа, ради того, чтобы еврей гордился своей принадлежностью к еврейскому народу и своей историей. Кстати говоря, да, у большинства народов так и бывает. Мы, в том числе и ваш народ, и мой народ, сочиняют такие патриотические истории. Так что само по себе это обвинение вполне понятно. Мы так и делаем. Критики Библии утверждают, что ничего подобного не было, что все эти истории рассказаны лишь ради укрепления национальной гордости, национального самосознания. Идея, конечно, интересная. Но вот что мне еще интересно. Критики вообще все эти истории читали или нет? Потому что тогда приходит на ум такой вопрос. Правда? Зачем же тогда вот эта история про Авраама и Сару? Кто писал эту историю? Моисей. Кому он все это писал? Бывшим. Да, для кого он это писал? Для бывших рабов из Египта. Кого эти бывшие рабы считали главным негодяем в своей жизни? Фараона. Фараона, проботившего их. Фараона, не хотевшего их отпускать. Фараона, из-за которого они влачили жалкое существование многие лет. И вот в самом начале, при зарождении нации, Моисей рассказывает им эту историю. Кто праведник в этой истории? Авраам или фараон? Очевидно, что фараон. Как же Моисей придумал такую историю? Зачем ему было придумывать такую неудобную, неприятную историю? История, которая, наоборот, подрывает национальное самосознание, национальную гордость израильтян. Ведь задача была в том, чтобы показать, какой развращенный Египет и какие хорошие евреи, какие хорошие иудеи. Почему же такая история записана в Библии? Дело в том, что критики, относящиеся к Библии таким образом, не только заблуждаются, они порождают абсурдные теории, совершенно абсурдные. Просто посмотрите свидетельство, посмотрите конкретный библейский текст и подходите к Божьему Слову с благоговением. Практически то же самое, такой же эпизод мы увидим в 20-й главе. Поразительно, перед самым рождением Исака. Поразительно, перед самым рождением Исака. Продолжение следует...